Мы начинаем наш путь из Киева, автостанция Полесья. Именно отсюда уходят автобусы в северном направлении. Мы будем садиться на маршрут Киев-Страхолесья, граница Чернобыльской зоны отчуждения. Нашим проводником будет местный житель Алексей, который любезно согласился помочь нам в осмотре местных достопримечательностей. Главная площадь Иванка. Дача С 65 километров. В мае 1986 года он составлял 5 миллиаренген в час здесь, в Иванке. Итак, село Страхолесья. Мечальная точка нашего путешествия вдоль периметра ЧЗО. Традиционный фон весьма небольшой, составляет всего 10 микрорентген. Одна из улиц села Страхолесья. Население на сегодняшний день села около 600 человек. В мае 1986 года здесь был уровень радиации 10 миллиарентген. Ставил вопрос на отселение. Удалось очистить. В данный момент уровень радиации в пределах нормы. Какое тут расстояние до реактора? 30 километров. То есть село в настоящий момент полностью жилое? Ну да. Народ сильно отсюда уезжает или нет? Нет, наоборот приезжает. Приезжает. То есть как бы считается безопасной зоной сейчас на данный момент? Ну да. Вот замер смотрим. 15-14. 14 микрорентген по воздуху, да? Ну положи на землю. То же самое. То есть все в пределах нормы. Да. Проводим замер возле колодца. Приборы Стора и Тера со снятыми экранами. Фон в пределах нормы. Сейчас мы стоим на месте, на бывшей парковке кораблей, так скажем. Во время аварии 86-го года, период ликвидации аварии точнее. Здесь был так называемый плавучий город. Стояли большие судна, на которых жили ликвидаторы. Вот, вот видно последние сваи, которым корабли причаливали, привязывались. Вот, таких здесь раньше было много. Поубирали уже. Ну, в принципе, ничего тут такого больше не осталось. Я дал коллеге свой Эберлайн АСП-1. Провести поиск на этой территории. Вот он сейчас входит. Ну, превышений пока нету. Фон в основном соответствует практически норме. Для данного прибора это 300 распадов. Вот еще один прибор Стора. Вот поближе его покажу. 21 микрорентген по воздуху. Сейчас смотрим Эберлайн, что у нас на земле. Вот. Ну, он показывает, да, небольшое превышение нормы. Порядка четырех с половиной сотен импульсов. Мы, кажется, что-то нашли. Сейчас подходим к этому месту. Да, звук вы, наверное, слышите. Вот, 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 вот. Нашли грязное место. Сейчас я вам покажу его лучшее. Вот, вы видите, зашкалило. Больше тысячи импульсов дало. Переключаем на диапазон 10 тысяч. Смотрим здесь. Четыре тысячи импульсов. Было и шесть тысяч. Было даже где-то тут находили шесть тысяч. Эта территория не относится к чернобыльской зоне отчуждения 30-километровой. Это вполне жилая зона в районе села Сухолесье. Страхолесье. Прошу прощения, Страхолесье. Ага. Вот. Она никак не огорожена, не защищена. Со слов коллеги, здесь иногда гуляют дети. Довольно часто. Вот где-то здесь находятся, видимо, горячие частицы, которые лежат здесь еще с 1986 года. Может быть, с автобусов смылось. Может быть, с автобусов смылось, колес. Вот замер того же самого грязного места дозиметром Стора. Стора со снятым экраном. Где-то около 130... Вот 146 микрорентген, 150 микрорентген. Такой вот маленький пятачок. Раскапывать его, искать эту частицу мы не будем. Ну и вот классика жанра. Прибор ДП-5ВБ. На шкале мы видим также, вот так вот лучше, до 150 микрорентген. Далеке виднеется вахтовый поселок ликвидаторов Зеленый мыс. Точнее, то, что от него осталось. Мы идем сейчас по дороге к Зеленому мысу. На дороге видны следы от тяжелой техники, оставшиеся еще со времен Чернобыльской аварии. Фон не выше 15 микрорентген в час на дороге. Мы находимся возле забора, периметр Чернобыльской зоны отчуждения, 30 километров. Добротные столбики, колючка, гравийная дорога для патруля. Так, а ну-ка, какой здесь фон? Смотрим. 15 микрорентген в час. На той стороне уже начинается Чернобыльская зона. Вон они, чернобыльские цветы. Прям на дороге выросли. Прям на дороге. Мы видим, периметр резко очень заворачивает. Почему это такое явление наблюдается? Когда устроился Зеленый мыс, было необходимо сделать отдельную базу, на которой проводились эксперименты. Так как здесь есть лабораторный корпус, там что-то с водой делали. Что именно, не знаю. Котельню, которая отапливала весь Зеленый мыс, пожарную часть и склад СИЗ. Средства индивидуальной защиты. Ну и там всяких продуктов, овощей и так далее. Ну и вырез этот сделали специально под базу, и тут было относительно чисто, как мы рассказали. Сейчас подойдем поближе. На данный момент мы видим руины лабораторного корпуса. Как я сказал, что именно там химичили, неизвестно. Но явно что-то с водой, потому что сразу за лабораторией находятся пруды с водой, там рыба, не знаю. Что-то там делали. В 2008 году здесь можно было найти различные штативы, пробирки с какими-то порошками. Сейчас уже ничего нету. Ну да, все разборовали, повытаскивали. Одна помойка. Да, но пока хон в пределах, практически в пределах нормы. То есть в пределах 15-20 микрорентген. Так, это что у нас за пусковая шахта? Сейчас подойдем поближе. Ага, бассейн. Ну это водочистная станция. Здесь вода стоит практически с 1986 года. Вот. Ну фон вроде бы в норме. Может на дне что-то, не знаю. Глубина под водой где-то около 6-7 метров. Вот туда вниз, да? Да. Ну достаточно глубоко. Эта водочистная станция на Зеленый мыс снабжала водой? Ну да. Или для пожарки? Не, на пожарке отдельно там было. Ага. За деревьями это уже идет ЧИЗО, периметр? За деревьями идут пруды, а за прудами уже зоны начинаются. Ага. Это пруды для лаборатории. А вот то котельное, да? Да. И там когда-то была труба. Да, ее подорвали. А, чтобы она сама по себе не упала и кого-нибудь не зашибло. Ага. Смотрим радиационный фон, который покажет нам Стора. Показывает 23 микрорентген в час. Норма. Вот Эберлайн мерно потрескивает, показывает фон. Пока никаких превышений в зеленом мысу мы не нашли. А вот и лабораторные пруды, о которых говорил мне коллега Алексей. Вот эти лэпы идут прямо на Чернобыль-Статунную электростанцию. До 2000 года вот прямо под этим лэпом стояла очень мощная трансформаторная подстанция, которую потом по непонятным причинам демонтировали. Ну, сейчас вот только какие-то остатки бетона, вот видно, и цветочки. И сбоку одна, что тут в зарослях когда-то склад стоял. Что за склад? Что там было? Ну, средство индивидуальной защиты, это вначале упоминал. Ага. Продукция всякая там. А, вот она. Ага. Вот это уже пожарная часть. А, это пожарная часть. Да. Да. Мы вышли к старому чернобыльскому могильнику. Вот тут, говорят, была траншея, что-то закопано. Уже надо нюхать дозиметрами. Там по себе могильник занимает довольно большой территорией. Сколько примерно? Ну, где-то 600 на 600 метров. Ого. И он никак не обозначен, да? Нету ни заграждений, ни предупредительных знаков. То есть, в свое время побросали сюда, закопали и забыли. Видимо, в спешке не нанесли ни на какие-то карты, не зафиксировали. Не, возможно, здесь и стояли раньше предупредительные знаки. Не исключено. Просто, когда зеленый мыс развалился, так сказать, все попереезжали. Все это забросили. То есть, мы сейчас идем прямо по поверхности могильника. Да, вот уже под нами, там, по шею. Хорошо. Попробуем что-нибудь поискать. Почти сразу мы нашли превышение фона. Почти в три раза. То есть, тысяча, даже за шкал. Тысяча распадов против трехсот фоновых. То есть, здесь, под землей, что-то активное захоронено. Старый чернобыльский ботинок. То есть, это второй диапазон. Единичка. Он показывает... 600 микрорентгенов. Где-то, да. 600 микрорентгенов. Видим сапоги. Скорее всего, свинцованные. Очень похожи на те, что... Которые бегали по крыше третьего энергоблока. Солдаты, которые убирали график. И что у нас тут с фоном на них? Они чистые. Нет. Эти сапоги, судя по звуку, Эберлайны явно на крыше не были. Вот, маленькая... Да, маленькая тряпочка под сапогом была. Сколько она там? 300 микрорентген, да, показывает? Ага. Даже больше. Даже больше. Почти 400. За шкалу лезу. За шкалу шел. 500, больше 500. Ага. Самый грязный обломок на этой куче, на раскопе. Кусок асфальта. Я надеюсь, слышно, как надрывается Эберлайн. Вот я его переключил на диапазон 10к. Он показывает сейчас около 5, 5, да. Больше. 8, больше 8 тысяч распадов. Рядом с ним кусочек свинцового стекла. Который, конечно же, ничего не показывает. Сейчас мы его померяем террой. Со снятым фильтром. 50 микрозиверт со снятым экраном. И это вне территории зоны. Раскоп могильника. Кто его раскапывал, зачем, непонятно. И очень красивый обломок свинцового стекла. Еще один замер того же кусочка с торой без фильтра. Вот мы переключили с тору в режим бета-распадов. Больше 8 тысяч распадов показывает. Вот тут же рядом остаток от сапога. С налипшей смолой. Вот, больше 33-34 микрозиверта. Сейчас мы находимся возле поля правика. Его так назвали. Когда-то здесь был участок поля, который принадлежал этому пожарнику. Это был лейтенант пожарной службы. Один из первых пожарников, которые пошли тушить пожар на 4-м энергоблоке в ту ночь. Герой Советского Союза по смерти. Умер от пчелой болезни. Вот, местные даже люди, когда останавливаются, вот остановка автобусная, это называется, в поле правика говорят, нам возле поля правика останавливаются. Случайно в лесу, сразу за детятками, обнаружили какую-то заброшенную строительную базу. База со времен Чернобыльской аварии. Вполне возможно, что здесь собирались какие-то детали, конструкции для саркофага 4-го энергоблока. Остались только несколько плит и следы от разрушенного здания. И вот еще туалет. Самое целое строение. Измерение фона не показало сколь-либо значительных превышений. Мы сейчас находимся в лесу, недалеко от КПП детятки. Здесь мы видим остатки от стоянки бригады инженерных и радиохимических войск. Вот, видимо, остатки казармы, какое-то здание. Внутри полностью все разрушено. Фон в пределах нормы. Довольно большой муравейник. Судя по всему, муравьи чувствуют себя прекрасно. Вот в лесу лежит местная знаменитость. Старая ржавая бочка. На днище бочки находится слой смолы. Вот по измерениям моего коллеги 20 миллирентген. Стора вот на том же месте показала практически 45 миллирентген. Вот тоже замер Сторой бета-распады. 13 тысяч. Нашли еще один артефакт. Очки, которые бегали по крыше реактора. Для защиты глаз от бета-излучения. Ну, конечно, не в этих именно очках бегали, но точно такая же модель. Да, вот она. Одна уже без стекла, без ремешка. Вот сейчас померяем сколько. 17 микрорентген. Абсолютно чистые. Нашли еще одни очки защитные. Немножко другой конструкции. Тоже использовались для работы на крыше реактора. Вот тут мы видим еще целую кущу выброшенных противогазов старых. Куча лепестков, трубки. Наблюдаем уже второй раз интересный феномен. Среди полного благополучия находим радиационную аномалию, причем существенную. На поверхности показывает где-то порядка 300 микрорентген. При раскопках вытаскиваем кучу разных предметов совершенно без повышения. Копаем дальше, фон начинает падать, и в результате остается не больше сотни микрорентген. То есть из этого можно сделать вывод, что, видимо, земля сама пропиталась изотопами, и как такового точечного источника в ней нет. Вот мы по-прежнему находимся на территории 25-й бригады в месте расположения пожарной части, которой уже нет. Нашли очередной могильник с радиоактивным бетоном. По всей видимости, какое-то было зараженное строение, его разломали на куски и сюда засыпали. Может быть, сваи какие-то, может еще что-то. Пойдем теперь сюда поближе. Вот здесь вот еще одно из мест, и Берлайн показал больше 8000 распадов. Вот оно. Ну-ка, положи. Тут меньше. А тут меньше, да, показывает? Здесь, да. Вот, да. Вот, в принципе, тут можно брать практически любой кусок бетона. Или 1800 метров, да? Вот, 2 миллиаренгена. Просто на территории Иванковского лесничества везде валяются вот такие вот столбы, блин, фонящие. Слышно уже, да, как сторона отрывается? Почти 5 миллиаренген. Почти 5 миллиаренген. С открытым фильтром. Да, это с открытым фильтром. Вот, 5 уже есть. То есть, вот, вот этот вот камешек. Вот он. Вот он, родины. Вот он, этот камешек. Кусок столба бетонного. Откуда этот столб, кто его знает? Ну, явно какое-то было сооружение, которое подверглось радиоактивному заражению. Причем конкретно. Да. Вот, и лежат они себе здесь, эти столбы, не захороненные. Под этим куском, в 5 миллиаренген, был муравейник. Мы его нечаянно разворошили. Ну, как видим, муравьи чувствуют себя превосходно и весьма активны. Но, судя по всему, недовольны нашим вмешательством. Даже 500. Да, рядом со столбами нашли незахороненную свалку радиоактивных вещей. Что интересно, мой сенсилятор их практически не увидел. Зато газоразрядные счетчики видят хорошо. Вот, практически до 500-450. Вот, микрорентген. После поисков отдыхаем на природе. Закусываем печеньями. Пьем водичку. Коллега, вот, драет свою находку очки. Почти почистил. Да, говорит, что очень полезная в хозяйстве вещь. Почти почистил. Да, говорит, что очень полезная в хозяйстве вещь. Почти почистил. Продолжение следует...